Хвала Тебе, любящий наш Отец Небесный, благодарим Тебя за милость и явленное к нам. Ты посылаешь нам все необходимое для поддержания немощной плоти. Ты утешаешь нас словами Священного Писания. Хвала Тебе. Слава Тебе, наш Бог Иегова, за Сына Твоего Иисуса Христа, умершего, за наши грехи на Голубовском кресте, за пролитую Его причинственную кровь, руководи нами Духом Твоим Святым, Господи Божий наш. Пробуди совесть в каждом человеке, даруй духовное рождение всем, начиная с Патриарха и каждому прихожанину. И водительство Духом Святым. Тебе, Боже, слава, Тебе хвала, счастье и поклонение, Отец Сын и Святой Дух. Аминь. Стой здесь. Так, ну, уходите. Рассказывай, по порядку. Вот я туда шагу, дальше что было? Все, что видел, слышал, рассказывай. Идутся. Ну, мы выходим. А, не надо уезжать. Я вышел, иду, вдруг выбегает Тарас. Откуда вышел? Отсюда, вот, из-за ограды. Покажу, прохожу возле скворечника. Выбегает Тарас и идет со мной. Мы идем. Потом теть Галя выкрикивает, что надо... А ты когда, время? Это какое было? Перед завтраком. Мы сели завтрак, а это уже отправили. А, утром. Так, слушай. Ты видишь, сколько вопросов. Ты говори так, что понятно. Мы вышли отсюда, дальше такие вопросы-то не будут. Я был за рубежом. Мы поседуем с архиепископом Антонием Сенкевичем. Я ему говорю. Я там, так, подожди. Ты кому рассказываешь? Вам. Ну, я не понимаю, где вы пошли. На север, на юг. С какого места-то. Я хоть воображение бы, он умный очень был. Я не учитываю. Я дальше начал, он опять меня останавливает. Ну, вот сейчас мы сказали, человек, кто он такой человек? Какой национальности? Верующий, не верующий? Я здесь стою. Понимаешь? Надо говорить немножко слов, добавлять. Потому что люди многого не знают. Вы вчера пошли, когда пошли или сегодня? Да, сегодня. Сейчас выходили. Я хотел узнать, как пошли. Сейчас они пошли разбираться. Кетя Леня сказала, ты пастухом уже не будешь. Ты меня опозорил, да, не знаю как. От макушки до... Ну, а почему рану-то признали? Смотри на его лицо. Ну, просто в этом. На лицо смотри. Вы знали, что всем пригонять надо? Так, а почему все? Часы были с тобой? Потому что коровы оказались возле тополей, и никто их не мог оставлять. Уже никак. Ну, у вас же двое были. Один должен был с той стороны. Четверо было, четверо. А другой с той стороны. Я же сказал. Встали возле тополей, допустим, двое встали, а пусть они там травище-то вот по поясу с рова. Пусть они возле тополей. А кого варгеры наелись было? Да. Я сказал, один впереди, один сзади. Дорога-то гонять не надо, не по нас вон везде трава в этом году. Посмотри какая. Ну, встали и все. А, конечно, жарко. Кусают комары, полуты. Там никого нет. Они одна побежала, за ней все побежали. Все. Да зачем ты подогнал-то сюда, когда еще надо напоить? Выгоняешь? Да, вчера прут. Вчера не напоили. Обычно я наливаю воды баранам. Бараны приходят и не пьют. Вчера все набросились. Я три корыта им налил дома, чтобы они выпили. Ты уморил их и голодом заморил. Я так вот, что не подгоняли к водопою. Ты знаешь, где попоят? Да. Около где костер. Выгнал, туда прогнал их. А теперь дальше логом дальше... Когда пасут, надо утром выгнали, сразу подогнать к водопою. Попоились. В обед подогнать. Ветером перед тем, как гнать домой, опять подогнать к водопою. Попоились. Лучше у Стеновых никто не пасет. Туда гонят, а обратно через... Просто они напилися. А это нужные. А пилис, не напилис, он скорее за стол здесь. Дальше нет. Вы пошли. Так не мешайте. Потом тетя Галя выкрикнула, чтобы мы побежали. Бегом туда и обратно. Мы побежали. Мы прибежали к тете Лене. Она вышла. Мы рассказали ей, что произошло. Что-то, я сказала, произошло. Когда ты пригнал, ты больше часа украл всех. Не напоил ничего. Ты никакой не пастух-то. Что я рассказал-то? Ты должен был рассказать, что ты такой-то. Безразличный. Еще не записываешь, какая-то там бабашка. А ты к десятке разок Тарасе обратился. Я сказал, ты старший. Еще от боя. Ребята, с той стороны зайдите, чтобы коровы донуешь. И все заходим. Но они не догадались, чтобы этого сделать. Почему? Потому что в это время здесь только смотри-то смотри. Они даже днем могут убежать, чтобы спрятать все коровы и скотины. Здесь надо смотреть. Они просмотрели. Они тогда же было кто-то, пасли наши, которые уже давно пасут. Раньше при нас получила. Я, говорит, подогнал. Они, говорит, как хватили. Я, говорит, не мог удержать. Бывает такое. Впереди один должен стоять, а другой сзади. Впереди табуна. Корова первая пошла, которая ее палкой назад. Вы не думали, что... А давай пораньше пригодим все равно. Об этом вы не думали, не догадывайте. Ой, не думал. Ну, так получилось. Скотина умнее их оказалась. Нет, нет, чтобы не колотили щашки. Аху. У вас железо. Нет, у вас деда нет, чтобы не колотили. Ну ладно, все, я пошел. Смотри, бачка. Можно я скотину? Все кастрюли. Все. Вся эмаль скрой, струксорда. Это китайская мать, она такая. Ну да. Да, чашка вот эта вот. А Китай ее нам взял и выдавил вот так. Вот эта без удара, без удара нигде не отлетит. Все оббито, оно вот выщерплено. С таким трудом это все делалось. Я не ударялся, жил скотч, а то и под грабли попадало, где только его, может быть, и лучше было. Сейчас у нас голова здесь шишка болит. А сейчас нормально? Да, это не нормально. Я пришел, банка упала. Я посмотрел, ну давайте выпишу. Они говорят, так у нас 6 банок уже разбили. 3-х литровых 6 банок зараз разбили. Это с палкой надо идти, колотить по ряду. Мы в небо стремимся, а ты банки какие-то. Так, у тебя было так, что в банке где-то на морозе медки лопалось? Мед? Да. Я оставил здесь 2 банки, разнесло все обе. А где брал мед? Ну, где шестобитого? Водой наполненной? Да нет, это значит... А где они у вас, под кроватью были? Да. А там могли задеть? Задеть на очередь задели, она полная. Вот так вот даже толкни, она может лопнуть. Она далеко стояла, ее задеть нельзя было. Нет, нет. Они на кого разнали. Я сколько лет беру, чтобы забыл, у меня один банк стояла 5 лет. На холоде, имеют ввиду, на холоде? На холоде. Нет, не на коврике стояла была. Нет, помню. Никто ее там не бил. Иначе? Там никого не было, я пришел. И притом лопнуто одинаково, везде одинаково. Когда ударишь где-то, в этом месте туда и туда сколки. Это нет, она просто отсекла так, потом дальше. И он, ну, лопнуто, как вода, когда раздираешь изнутри. Ну, меня еще учить. В меду какая вода? В меду воды там нет. Ну, тогда мой мед что? Да такой плотный был, что стекло сжимается, а он не могло никогда. Вон они у меня лежат, покажу. Дело в том, что... Ну, его сейчас только перетопить, чтобы стекло не попало слить, и все. Там что останется? Я это и сделаю, но только сначала я выковырю главную. Дело в том, что в подвале много меда стоит, и все банки целые. Я про эти говорю про две, бывает ли такое? Ну, я прощаю. Две банки. И дальше что? Она сказала, что... Мы их... Остановись. Вот давай, Магдапан, запишем, как ты говоришь, что-то. Да ты не можешь передаши прямую лечь. Ну, что ты с чем отличаешься от той собаки, за которой есть? Она-то желает, прыгает, ничего сказать не может. Не дождешься, когда ты скажешь существительное и прилагательное. Черт, ты так себя допустил-то, двоечник? Тебя люди слушают. И вот, э-э-э-э, считать надо, книг море. А вы какие-то пеньки, плюшки вам привезли, складываете, домики, там, век они не нужны, кому эти кубики, рубики. Крутит руками, это ничего не дает, ты местописание запоминай. Хорошая книга, и просили там, если про пауков, там, муравьев, про пчел, люди собирали, по крупистам данные эти. Что они спросили, что не знаете. Продолжай дальше обучать. Она спросила, мы поели коров вчера или нет? Я ответила, да, но мы поели их раньше, чем надо было. Ну, мы поели в 4 часа 30 минут. Мы поели их. Вам надо через пруд прогонять, не время смотреть. И домой, когда гоните, опять на пруд направить. К 7, чтобы зашли, тут все ясно. Мы время, кто может проверить? Через пруд сразу не погнали, в 4.30. Даже в 6 погнали, а в 5-ю-то мы не загнали. Она намороет, на жаре. А у них все, что она жует, должно плавать в воде. Молоко-то откуда получается? Вот такую беду на твою. А кто-то дома не напоил, думая, что она напоена. Она вообще ничего не дала, у нее там запор может быть. Ты сам себя не стыдишь. Хуже глухонемого. Вот что значит научить. Ребенку не разбили, жаждут знания. А то ужасно. Ничего не знают. Я хотела спросить. Вот ему дали график, ему дали время. Я все это увидела. Все верно. А им объяснили тебе, когда поить? Что три раза нужно поить? Вам кто-нибудь сказал об этом? А ты об этом знал сам? Нет. Ну надо же спрашивать как-то, как правильно пости. Если ты никогда там не был. Ну к собаке прихожу, воды нету, сколько раз было. Прихожу, кормил или нет? Собаке одной, зачем ему дали? А на собаке-то у нее, как у меня, пали, куда я. Тебя, наверное, нас спросили, ты умеешь пости? Ты сказал да. Было такое? Как бы. Так, закрыть надо. Потому что если это так было, значит ты сказал да, значит ты знаешь, что она три раза поить скотину. Ты говорил такие слова, Местер? Ну, мы с ней спрашивали, что мы умеем пости. Нам объяснили. Местер, вот я не умею пости. Я не умею, меня просят. Но я спрошу, как вообще пости, куда корову везти. Поить, не поить. У меня никогда в жизни не было коровы. Я не знаю, как поить. Я понимаю, что все существа хотят пить. Потому что три раза в день. Я сказал, что надо спросить было, уточнить было. Пошли Ерёву. Ну и они тоже в свою очередь должны были уточнить. Ерёву, они проймись с собой, чтобы он все посмотрел, где поить. Но даже этого нет. Он знает, корову ест. Ее надо напиться. Прогонял туда. Он видел, в лагере видел, это все время. Сначала оттуда, от Устинова как по суд. Выгнал, дал им напиться. Наелись, домой гонишь, опять через там, где можно напиться. Не трогай, она пьет. Дело в том, что предложение это сделала Елена Анатольевна на собрании, когда там воскресенье было дело. Кто отвечал, что да, они могут пасти кто-то. Вы сами отвечали или кто? Спрашивали, кто? Он до этого говорил у меня. До этого, да. Вы сказали, что Ерёма с ними сходил и все показал. Вот я не знаю, показывал он или не показывал. Он нам показывал. А, значит, были объяснения, как пасти скотину. Он объяснил нам, куда идти. Он потом сказал, что надо на Симаковский. Мы туда пошли и напоили их. Но он с вами прошел на поле? Нет. Это не пойдет. Известно даже, где ходил. Тут еще глубже надо копать. То есть деревенских тоже не нужно снимать ответственность. Нужно было научить их тогда. Я говорю, на один день разбить их, чтобы не пропасли с вами. Ответственность на неделю. Все рассказывайте. Дело в том, что Нестор-то уже не раз участвовал в посьбе, когда в лагере был. Когда участвовал в лагере, он не раз ходил на поле, а не пасли коров. У тебя опыт-то был же. Конечно, не помнит, что он помнит. Дальше еще. Вчера один шел, кажется, Лев там. Кто шел? В оба. Тимоша, что он там делал? Где он там ноги промасил? Летом ноги. За фото сразу надо идти. Там никого нету, вопрос закрытый. А надо зайти, этих нету, ребятишек запустить. Нету взрослых там, Владимир Юрьевич. Все закрыто. Летом мы всегда пасли босиком. Летом мы пасли босиком. У нас нет еще. Брат мне шил из коры березовой. Тапочки такие, ну, праздничные, воскресенье. А так выйдешь, где корова оправилась, кучка там дымится, лепешка заскочишь, стоишь в ней. А сегодня говорят, да вы не знаете, что это как на нервы влияет положительно. А мы ничего не знали. Опять стою, смотрю, где корова следующая оправится. Подбежал, опять стоит в тепле, а тут роса холодная, мне не касается. Помню, что я прибежал, я в школу первый раз, снег был, я босиком пришел. Прибежал, ноги под себя поджал, ничего. Вот этим местом за ним обогрел. А не проливашка была, железная, но такая, как мордушка. Там чернила у меня были. Чернила из сажи, что ли, делали. А рядом печка топилась. Я в печку поставлю ногой, прям там, чернила расплавился. Тогда все. А учительнице надо ставить отметки, она нечем ставить. А мама слегка нажмет, я принесу, учительница ставит там, нечем поставить. Вот как живи. Помню историю древнего мира, привезли, пачки целые забыли, мы их брали. Почему? На полях писать можно было, бумаги не было совсем. На полях. Книжку для того, чтобы уроки сделать. А вы тут еще рисуете. Брат у кого-то взял карандаши, нарисовал. И чтобы себя ставить, он потихоньку взял, отрезал, где, чтобы зернышко было-то. Вот. А дальше опять застрогал, а там они заметили, отдал. И учили каждую строчку. Районную газету я, наверное, опять я тоже читал. Ничего не записывают. Ничем не интересуются. И вот куда она вылезла. А на другое дело отправить тебя одного, ты же ничего вообще не сделаешь. И с чем закончится разговор? Ты сказал, что можно спасти? Да. Ну, повтори, какими словами? Я сказал, вы меня исключите из списка пастухов и поставьте его. Но она сказала, на первый раз я тебя прощаю, на второй раз сключу. И вот оставить, какой он пастух. Ну, это же надо реально оценивать. Вот этих взяли с собой, начинайте на них спихивать. Я говорю, я стараюсь, это куда годится. Вы хотите научить, один с тобой, один с Тарасом. Тарасли, когда ты не будешь? Только в подпасках будешь. Когда постель? В пятницу, в пятницу. В пятницу. Мама, все, приготовь, с ними пойдешь. Ты все знаешь, тебя только и постель. Я знаю. Ты знаешь, что я, кто хорошее предложение дает, я ему сразу даю шанс исполнить это. Мы как-то едем, доехали мы до Байкала. А этот сидит, Третьяков рядом, и говорит, Кубков там же сидел, и говорит, а почему бы нам до Хабаровска как-то не доехать? Я говорю, Игорь, когда дают какие-то предложения, моя реакция какая-то? Ну, кто сразу ему сказал? Вы знаете, сразу дают шанс выполнить это. Игорь, готовься к следующему. Да мне никак, у него там какой-то груз идет, там с папой какое-то дело. Игорь, или я тебя отсюда изгоняю, из нашей команды, или ты будешь делать. Ну, а раз Хабаровска, ясно, что нам надо было для вас в порт, находка. Все, так и сделали. Игорь поехал. Вот, так как это сделали. Приготовься. Кто пасет сегодня, ты можешь с ними сходить. Отпусти ее. Она все узнает, она запишет. И потом пойдет с ними. В этот день будешь в подпасках у них, в Тарасе. Понял? Решение такое. И все время в подпасках. Будешь идти впереди. Впереди. Вы гоняете на пруд, потихоньку подвигаетесь. В обед загоняете опять через пруд. К тому пруду, где купаемся, где крещение, не подгонять. Если погнали на первый мостик, можно. Можно через первый мостик и сразу направо. Но на мост туда, на второй мостик, не запускать. Слышал? Ты знаешь, что второй мостик-то? Да. У меня вопрос-ответ. Значит, попросите ее, чтобы она за вчерашний день вам ничего не насчисляла. Она насчислялась. Она насчислялась. Но вы скажите, покажите, что вы человеки, не чебурашки. Поняли? Ну, ты сегодня осталься без завтрака, а ты ни при чем садись съешься. Понял? Да это уже налопался он даже. Я же тебе даже сказал, осталься без завтрака. А вы что, да, разрешили? Не знаю какая. Я тебе, да, я же сказал. Они говорят, что вы разрешили. Ну, там же не разрешился. Я про то и не вспомнил. Задите себе. Значит, на завтрак себя назначен. Оставь себя без завтрака. За коврок. И не пей воды. Ну, что тут считать? Тут у него где-то лучше написано. Вот такими буквами напиши. Во сколько пригонять? Потренируйся. Ну, все, у меня. Так, Павелда, забирай свою команду. Так, Сергей Павлович, иди к батюшке. Возьми у него там колоток и не раздей его. Так, это. Слушай, двое заводов вместе. Иди к батюшке. Колодь дрова иди, сказал. Все. С Богом, ты старший над этой командой. Батюшке, мы придадим ей его. Канадин сказал, кут посмотрите, удобное место. Сейчас, удобное, мы их предоставим. Так, представишь, Володя. Там, положите у него в холодильнике. Володя, тебе много. Женщин от команды целая добирались. Я сейчас смогу прибыл. Там нужно отключить. Так, закрывайте, Володя. Я не отключиваюсь. А я не дам. Кошка, чтобы не выжить, чтобы все равно закрывать.